Здравствуйте! У микрофона Яков Кротов. Идолопоклонство. В средние века раввина, ну, я думаю, что это какой-то один раввина, но в общем-то иудеи, пражские иудеи, жившие в Праге. Паражский гетто, но очень маленький, но и Прага в конце XVI века, в начале XVII была провинциальным, скажем прямо, городом. Сочинили легенду о големе. Это был первый вариант всех тех романов о восстании роботов, как у Чабика, о бунте машин, о роботах, которые влюбляются друг в друга, о роботах, которые уничтожают людей и, наоборот, жертвуют собою сознательно для защиты людей. Голем огромная глиняная статуя, кукла, создатель которой узнал имя Божие и запечатлел это имя на лбу у статуи. Отпечатал, и статуя ожила, и стала выполнять повеление своего повелителя. Правда, возникли ряд проблем, потому что, как и положено в таких произведениях, она стала немножечко не слушаться. Вот о чем говорил один из пророков, что Бог спросит тех, кто создает кумиры, язычников, на суде воскресив. Вот ваши статуи. Вы можете их оживить? У них же ноги есть? Ну-ка, пусть они пройдутся, сделайте так. Они скажут, мы не можем. Они мертвы. Ага, скажет Бог, вы создали мертвое, похожее на живое. Ой, что потом будет. Так вот, где начинается сотворение кумира? Где человек творит мертвое, а человек создан, чтобы творить живое. Опять же, иудей, основатель Каббалы, живший на севере Израиля в середине шестнадцатого столетия, создал замечательное учение, абсолютно гиблейское, христианское, любой христианин, идеи. О чем речь? О том, что в человеке есть искра божественного света. Это высказанная по-новому идея, мысль, образа подобия Божия. Человек, и в нас частица Творца. Вот в чем образа подобия. И мы несем в этот мир жизнь. Но какую жизнь? Жизнь биологическую, жизнь ботаническую, флоруфауна. Но это и лягушка может. Это и крапива, знаете ли, размножается. Это и сныть делает с большим успехом безо всякой посторонней помощи. И даже вопреки постороннему усилию. Человек же несет в мир жизнь Божия. Жизнь вечную. Жизнь, наполненную смыслом, любви, бесконечной. Это принципиально. Принципиально. Потому что если у нас кусок металла согнутый в кольцо, это кольцо. Если у нас кусок металла разогнутый, это рельсы, монорельсы. И вы двигаетесь куда-то, а не крутитесь, как белка в колесе. Суета-сует, все суета. Вот что такое настоящая любовь. И поэтому кумиропоклонство – это преступление против любви. Против любви к Богу, против любви к человеку. Когда начинается кумиропоклонство? Когда мы изображаем животное, птичку, Бога. Но Бога мы можем изобразить только в виде чего-то. Опять же, животного, птички, человека и так далее. Так что нет особого изображения Бога. Есть просто изображение чего-то материального, и мы говорим, что это Бог. Ну, для ясности мы можем скомбинировать. Голова орла, а тело человека. Кому это в голову орел Бог? На уши идол-то точно. И мы знаем, что первая, самая древняя скульптура, которую находят археологи, она хранится в Ульме. Это Германия, Юг Германии. Это Альпы. Там хорошо сохранились в пещерах многие остатки полиолитической жизни. Это стоящий человек с головой, видимо, льва. А может быть, львица, гривы там незаметно. А может быть, пантера. Важно то, что это такая вот комбинация. Это идол? Мы не знаем. А как мы можем знать? А может, это игрушка. Она очень подходящая, такого размерчика. Вот в чём проблема историков. Палеолитические Мадонны. Мадонна – это же Матерь Божия. Так это что, богиня? Мы не знаем. Может быть, это делали мамы для своих дочек или для своих сыновей. Мы не знаем. Мы не знаем, никакого пола были создатели. Никак не употребляли эти игрушки. Нету текста. Нету истории. Только догадки. Нету точного знания. Записывайте. Сделали куклу. Припишите, что это такое. Кукла или идол. Ну, допустим, возьмём что-нибудь из нашего времени. У человека был в детстве плюшевый мишка. Бенни-пух. И вот человек рос, рос, рос. Шесть жен сменил. Десять детей родил. Ну, они рожали. Но он тоже участвовал в процессе, там, в точке альфа. Голова стихи. Внуки, внуки. И вот ему он глубокий старец, 65 лет. И он до сих пор таскает с собой, ну, так, в сумочке, в барсеточке, этого плюшевого мишку. И когда у него проблемы с этими шестью женами, с детьми, по работе, здоровье, он с ним шушукается, он с ним советуется. Нетрудно же вам разить такую клоунаду. В конце концов, у каждого из нас есть, там, семейные фотографии, листаем, ну, теперь уже на экране айфона. Вот. Это еду или нет? Мы не знаем. Это зависит от субъективного намерения человека. Или, говоря теологическим языком, расположение воли. Как скажешь. Если для тебя этот мишка, святая святых, если ты без него жить не можешь, это идол. Потому что жить нельзя только без Бога и любви к Богу и к людям. Если для тебя это, ну, такое лекарство, затычка, что в минуту тяжкую, ты вспоминаешь, как ты был ребенком, ну, это как накрыться подушкой. Но ты понимаешь, что накрываясь подушкой, ты не уничтожаешь мир, а просто, ну, чуть-чуть сокращаешь сигналы извне. И это, ну, так и мишка, так и фотографии. Ты чуть-чуть убежал в детство, но ты убежал по нарожке, и ты понимаешь, что с удовольствием вернешься. Тогда это не идол. Все окей. Микеланджело Давид. Идол или нет? Это ведь на ветхий завет сюжет-то. Это можно в храм Соломона ставить? А нужно. Это же памятник насилия. Вспомним, что сказал Бог царю Давиду. Я тебе не дам построить храм. Ты слишком много пролил крови. Не знали, что в этом замете есть такие слова? Найдите, откройте, они там есть. Вот так вот и храм было дано построить только царю Соломону, который больше был по части заповеди не под любодействуя. Ну, нет, 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 нет человека, который был бы жив и не загрешен, говорит Библия. Только Бог. Поэтому не надо себе прежде всего творить кумиров из людей. Я уж не буду показывать пальцем. Надо людей любить. Сотворить кумиры и полюбить – это абсолютно противоположное явление. Полюбив, мы начинаем оживлять человека. Ему легче жить. Мы приоткрываем ему и себе, конечно, тоже вечную жизнь. А когда мы творим кумира из писателя, певца, политика и так далее, мы его делаем менее живым, и себя тоже. Да не будет такого. Не твори тако, а твори и тако. Это был Яков Кротов с Афонтьевым, но недалеко от Москвы. Всего доброго. Продолжение следует...